Указ номер 222 внес свои коррективы в трудовые будни налогоплательщиков. Непосредственно нововведение коснулось индивидуальных предпринимателей. Для них существенно расширилась перечень обязательных бумаг, без которых реализовывать свой товар они не смогут. Поэтому сегодня главная задача – разъяснить представителям малого и среднего бизнеса условия нового документа. С этой целью на рынке лагуна прошло тематическое совещание, или, если сказать проще, ликбез, на котором сотрудники налоговой инспекции Московского района проинформировали индивидуальных предпринимателей о нюансах указа номер 222. В данный момент, с учетом новых изменений, которые происходят у нас в стране и в нашей республике, естественно, наш долг и обязанность посетить все рынки, всех индивидуальных предпринимателей и по максимуму им объяснить и облегчить эти трудности, которые будут возлагаться и лягут на их плечи. Чтобы перестраховаться, чтобы лишние нам не платить штрафы ни за что, нам надо аккуратно ввести документы и привозить сюда, а потом работать по этим документам. Но документы наши накладные, которые должны соответствовать действительности в наличии и которые зарегистрированы в нашей бумаге. Я считаю, что ничего тут страшного нет. Касается ли новый указ предпринимателей иностранцев? Какие бумаги подразумеваются под первичными учетными документами? Кто должен выдавать товарные чеки, а также счета фактуры? И как составить обязательную опись остаточной продукции? Это лишь малая часть вопросов со стороны налогоплательщиков, на которые представители налоговых органов давали развернутые ответы. По словам участников, встреча с совещанием получилась продуктивным. Налоговикам удалось донести нужную информацию, которая станет для предпринимателей и своеобразной инструкцией к действиям. Сегодняшняя встреча показала о том, что да, эти проблемы есть. И предприниматели многие, им не хватает времени, потому что не все знают, как правильно подать и оформить эти остатки. Как, соответственно, необходимо подать и какие необходимо приобрести документы уже с 1 июля 2014 года. Указ президента номер 222, который непосредственно регулирует вот эти отношения, которые коснутся индивидуальных предпринимателей после 1 июля 2014 года. Нам хорошо, что приехали нам, рассказали все, дали даже документы, все, что мы можем как опись делать, какие эти документы нам нужны с России. Ну, приблизительно мы поняли все. Подобные встречи сотрудников налоговой инспекции Московского района с представителями бизнеса не редкость. Как правило, такие мероприятия являются прекрасным подспорьем для индивидуальных предпринимателей в их деятельности. Поэтому есть надежда, что условия нового указа не станут серьезной проблемой на пути к дальнейшей торговле. Просто необходимо принять его, поняв, что в конечном итоге выиграют и продавцы, и покупатели.